МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. В студии Алина Ваучейская. Здравствуйте. И вот о чём расскажем сегодня. Столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода и на препятствия. В Ненецком округе подведены итоги по состоянию аварийности за 2019 год. Городские улицы продолжают переводить на умное освещение. Светодиодные лампы уже установили на пяти муниципальных дорогах. В чём плюсы новшества? Кусочек маленького хлеба как символ блокады Ленинграда. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции, которая призвана напомнить о мужестве жителей северной столицы. Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. В новом Кабмине девять вице-премьеров. Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее он занимал должность советника президента по экономическим вопросам. Руководители силового блока сохранили свои должности и в новом составе правительства. Министерство обороны возглавил Сергей Шойгу. Министерство внутренних дел Владимир Колокольцев. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Остался на своем посту и министр иностранных дел Кирилл Лавров. Практически без изменений экономический блок, за исключением Министерства экономического развития. Его возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Серьезные перестановки в социальном блоке. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко. Экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Министерство просвещения возглавил Сергей Кравцов, экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Главой Министерства науки и высшего образования назначили Валерия Фолькова, ректора Тюменского государственного университета. Новый министр культуры Ольга Любимова, возглавлявшая в Министерстве департамент кинематографии. Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцын теперь во главе Министерства спорта. Министерство труда возглавил Максим Катяков, занимавший ранее пост замминистра финансов. Новый руководитель и в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Им стал Макс Утшадаев, бывший вице-президент Ростелекома. Претерпела изменения и сама структура правительства. Теперь в ней не будет Министерства по делам Северного Кавказа. Оно упразднено. Функции перейдут в Министерство эконом-развития. Нефтяная компания «Руси Вьет Петро» в рамках сотрудничества по социально-экономическому развитию округа дополнительно выделит 87 миллионов рублей на оборудование школы в микрорайоне авиаторов. Соответствующее соглашение о финансировании мероприятий по оснащению школы глава региона Александр Цибульский и генеральный директор компании «Руси Вьет Петро» Валерий Клинчев заключили в среду 22 января. Таким образом, общая сумма софинансирования мероприятий по оборудованию школы со стороны нефтяной компании составила 127 миллионов рублей. В рамках рабочей встречи глава региона и руководитель совместного предприятия «Зарубеж нефти» и вьетнамского Петровьетнама обсудили перспективы сотрудничества в наступившем 2020 году. Александр Цибульский поблагодарил руководителя нефтяной компании за конструктивное сотрудничество и ведение со стороны «Руси Вьет Петро» социально ориентированной политики на территории Ненецкого округа. Компания в очередной раз выступает надежным партнером округа. Мы подписываем дополнительное соглашение о выделении 87 миллионов рублей, которые нам необходимы для оснащения третьей школы. Мы хотим сделать по-настоящему современное учебное заведение. И в этом смысле нам очень приятно, что компания «Руси Вьет Петро» разделяет наши планы, сказал губернатор Ненецкого округа. По окончании встречи Александр Цибульский и Валерий Клинчев подписали протокол о соглашении о сотрудничестве между администрацией региона и совместной компанией «Руси Вьет Петро», которая действует с февраля 2009 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями компания примет участие в софинансировании мероприятий по оснащению мебелью, оборудованием и оргтехникой нового здания школы на 700 мест на улице Авиаторов в Нарьинмаре. Ранее компания уже направила на эти цели 40 миллионов рублей. Напомню «Руси Вьет Петро» – совместное предприятие за рубеж нефти и вьетнамского Петро Вьетнама. Компания занимается разработкой и освоением углеводородов на четырех блоках центральных реверского поднятия в Ненецком автономном округе. Безопасный город, социальные карты и внедрение IT-технологий. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и вице-президент Сбербанка Михаил Чачин обсудили планы по развитию сотрудничества. Участие в рабочей встрече приняли заместители главы региона Татьяна Лагвиненко и Юрий Бездудный, а также руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников. В начале встречи губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский обозначил те направления, по которым региональные власти готовы развивать сотрудничество. «Первые два лежат в области IT-технологий и развития безопасного города, одновременно безопасного-умного города. Мы хотели бы здесь более комплексно подойти к этому вопросу. Второй сюжет у нас связан с внедрением проекта по социальной карте». Как отметил глава региона, социальная карта жителя округа должна стать единым документом, который будет содержать персональные сведения о человеке, информацию о положенных льготах и сможет быть платежным документом. Также в ходе встречи Александр Цибульский обратился к вице-президенту Сбербанка Михаилу Чачину с предложением рассмотреть возможность участия банка в реализации проекта однопроцентной ипотеки в Ненецком округе. У нас до недавнего времени в округе действовал проект по однопроцентной ипотеке. Мы его реализовывали, естественно, с компенсацией из регионального бюджета выпадающей ставки для банка до ставки рефинансирования. У нас нашим партнером в этой работе был Московский индустриальный банк, МИМ, но потом они попали под санацию и в этом смысле они приостановили такие операции, которые посчитали для себя высокорисковыми. Я не знаю, так сказать, и ваш руководитель выступал, и президент недавно сказал, что государственные банки в этом смысле должны идти навстречу регионам. Мы со своей стороны готовы там и законодательно, и у нас это уже закреплено, наши обязательства по компенсации вот этой дельты для банка. Комментируя возможность участия банка в региональном проекте ипотечного жилищного кредитования, вице-президент Сбербанка Михаил Чачин отметил, что вопрос доступности жилья является приоритетным, поэтому будет создана рабочая группа, которая изучит все возможности и подготовит соответствующее предложение. Ну а сегодня в рамках рабочей встречи представители ПАО «Сбербанк» презентовали руководству региона возможности комплексных решений по цифровой трансформации и практическому воплощению концепции «умный город». Речь в частности идет о решениях по созданию цифровой инфраструктуры, автоматизации деятельности органов государственной власти и создании в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме того, Сбербанк готов предложить региону технологии по распознаванию лиц, объектов и речи для использования в различных сферах, в том числе в целях реализации программ по безопасности. Конкретные предложения по развитию сотрудничества будут сформированы в течение месяца. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. Столкновения и опрокидывания наезд на пешехода и на препятствия. Так выглядит картина по основным видам дорожно-транспортных происшествий на территории Ненецкого округа, которые произошли в 2019 году. Об аварийности в регионе за минувший период шла речь на пресс-конференции, которую для окружных СМИ провел начальник отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому округу Леонид Николаев. 2019 год в сводках ГИБДД по Ненецкому округу отмечен 31 дорожно-транспортным происшествием. ДТП унесли жизни двух человек и еще 37 было ранено. Уменьшение показателей отмечено по числу дорожно-транспортных происшествий. В 2018 их было 32 и по числу погибших на одного человека меньше. А вот число раненых по сравнению с 2018 годом напротив увеличилось. Рост составил более 12%. Более 96% всех происшествий, дорожно-транспортных происшествий это у нас, как я уже говорил, 31 происшествие. 29 происшествий у нас зарегистрированы и совершены по вине водителей транспортных средств. 29. По вине водителей у нас два человека погибли и 35 ранено. По вине пешехода у нас зарегистрировано одно происшествие, где сами пешеходы пострадал. И одно у нас происшествие зарегистрировано по вине пассажира. Пассажир маршрутного автобуса получил травму. Причина совершения этой травмы – это несублюдение правил пользования общественным транспортом. Львиная доля ДТП совершена на территории города. 64,5% погибших нет. Рост показателей аварийности в окружной столице отмечается с 2016 года. На территории Заполярного района зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли. Одно смертельное ДТП произошло в посёлке Индиго, где погиб водитель квадроцикла. Второе – на Наульском месторождении, в ходе которого погиб водитель автокрана. По месту совершения, к сожалению, уже с первой половины 2019 года у нас идёт такой момент, что никак мы не можем выпривить эту ситуацию, что у нас улицы, ряд улиц столицы округа признаются наиболее аварийными, наиболее опасными. Это у нас улица Юбилейная, вся протяжённость улицы Юбилейная. 60 лет октября, Баучейского, Ленина, Пырерка. Ну и на территории Заполярного района аварийные участки у нас – это автозимник Наульского месторождения, автодорога Нарян-Марк-Красная и автодорога Халянский-Барандей. Аварийность на дорогах обусловлена некачественным состоянием дорожной сети. Недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна установлены на месте 16 ДТП, в которых ранения получили 21 человек. Основными причинами ДТП по итогам 2019 года являются четыре вида происшествий. Львиная доля почти 48,5% от общего числа дорожно-транспортных происшествий – это столкновение. Почти 13% – опрокидывание транспортных средств. Далее идут такие виды ДТП, как наезд на пешехода и наезд на препятствия. Дорожно-транспортные происшествия в Ненецком округе в 2019 году произошли из-за несоблюдения очередности проезда перекрёстков, нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, неправильный выбор дистанции и нарушения правил проезда пешеходных переходов. Городские улицы продолжают переводить на умное освещение. Контракт на выполнение работ по внедрению системы автоматизированного управления наружным освещением «Чистый город» заключил с компанией РТК «Энергобаланс» в прошлом году. Светодиодные лампы уже установили на пяти муниципальных дорогах. Александра Литкова продолжит. Работы по установке новых светодиодных светильников начали в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день на дорогах по улицам Тыковылки, Авиаторов, Пурерка, Смедовича и частично на Ненецкой заменили 32 светильника. В установке новых светильников задействованы два рабочих и мастер. Из спецтехники – автогидроподъёмник. Работы ведутся в зависимости от погодных условий. Уже сейчас заметна разница в освещенности дорог. Установленные приборы работают в зависимости от освещения. Чем темнее на улице, тем ярче они горят. В рамках исполнения контракта по установке автоматизированной системы управления наружным освещением было оборудовано 51 щит с модулем управления. Также произведена поставка 345 светильников. Данные светильники отличаются от тех, которые ранее устанавливались у нас в городе, тем, что ими можно управлять удаленно. То есть можно повысить, понизить освещенность в зависимости от того, что необходимо. Внедрение новой системы необходимо для бесперебойной работы уличного освещения в Наринмаре. Новшество позволяет дистанционно вести контроль, диагностику и управление наружным освещением с помощью модулей. Подрядчик установил шкафы управления наружным освещением и в процессе эксплуатации будет осуществлять поддержку системы. Кроме этого, за счет определенного графика включения и отключения освещения работа фонарей приведет к энергосбережению. Эти светильники энергосберегающие, разброс больше. Ну, освещенность, ну так, что я еще могу сказать о них. Датчики стоят, у них специально просто телекомовские. Завершить работы по установке светильников предприятие планируют в летний период. Помимо этого, электрики работают по заявкам от горожан. Для контроля работы уличного освещения проводят объезды по объектам. Предприятие «Чистый город» в рамках муниципального задания обслуживает 64 километра линий электропередач, более полутора тысяч светильников и 46 уличных световых инсталляций. Кусочек маленького хлеба как символ блокады Ленинграда. Ненецкий округ присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве жителей северной столицы. Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за всю историю войн не отдал за победу столько жизней. О том, какой он вкус спасительного хлеба, узнала наша съемочная группа. Любовь Пермякова продолжит. Стремительное продвижение германского вермахта летом-осенью 1941 года создало угрозу и для Ленинграда, второго по величине города СССР. Однако сил на то, чтобы его захватить, у гитлеровцев уже не осталось. Тогда, как известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Самым важным для защитников Родины ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона Ленинграда. Норму постоянно снижали. 18 июня 1941 года она составляла 800 грамм. Впоследствии упало 200 грамм для рабочих и 125 для всех остальных. Хлеб изначально выпекался по обычной рецептуре. Но со временем, когда муки становилось все меньше, он приобрел особый вкус и консистенцию. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть чем-то горожан. Например, искали заменители муки среди непищевого сырья. Вот есть такой документ, где перечисляется структура хлеба. Из чего он выпекался? Пищевая целлюлоза 10 процентов, жмых 10 процентов, обойная пыль 2 процента, выбойка из мешков 2 процента, хвоя 1 процент, ржаная обойная мука 75 процентов. Кроме ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную, соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби, соевый шпрот и дальше. Много составных частей. Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия Дороги жизни по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда. Дорога жизни во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. 13 ноября начальником тыла Ленинградского фронта Лагуновым был подписан приказ об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец-Маяк-Кориджи. Утром 20 ноября на восточный берег Ладоги с Вагановского спуска у деревни Кокарева был отправлен батальон конно-транспортного полка. 21 ноября первый обоз с хлебом вернулся в Ленинград. Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, то ночью в перерывах между обстрелами в затишье специальные бригады крючками и веревками доставали мешки из воды. В середине такого мешка часть муки оставалась сухой. Внешне же превращалась в твердую корку. Ее не выбрасывали. Измельчали специальными приборами и тоже использовали для приготовления хлеба. Главный документ, который давал право получить кусочек хлеба, специальные карточки. Они были введены еще до начала блокады. Такие карточки были именными. Получали их раз в месяц при предъявлении паспорта. При потере они не восстанавливались. Потеря такого документа для его хозяина была в прямом смысле смерти подобна. Было несколько категорий блокадных карточек. Рабочая с самой высокой пайкой, а также детская до 12 лет и ждевенческая отдельно для служащих и беременных женщин. В День памяти о полном снятии фашистской блокады 27 января в Ниньском округе во всех образовательных организациях пройдет Всероссийский урок памяти, на котором юные жители округа узнают о событиях того времени и подвиге мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Главным символом Всероссийской акции станет кусочек хлеба весом в 125 граммов. Вот, стартовала, собственно, с начала уже этой недели. Идет информационная определенная кампания с показом видеороликов в СМИ. Из мероприятий планируется у нас обязательно проведение классных часов во всех школах, посвященных этим событиям. Вот, и также у нас в выходные дни у нас запланировано посещение блокадников наших, наши волонтеры Победы пойдут в гости пообщаться, уделить внимание. Также запланирована, собственно, сама акция, в рамках которой всем жителям, ну, всем жителям, гостям города будет предложено посмотреть, что такое пайка хлеба в 125 граммов, ну, ощутить немножко, вот, как говорится, весь трагизм. Хлеб в окружном центре и населенных пунктах Ниньского округа будут раздавать волонтеры при поддержке глав муниципалитетов, работников культуры, потребкооперации, а также представителей ветеранских организаций. Первую партию блокадного хлеба сегодня уже испекли в потребкооперативе «Север». У нас входит в состав рецептуру, значит, мука овсяная, мука ржаная, солод и отруби пшеничные. Как люди вот берут, пробуют? Конечно, все с интересом, все хотят попробовать. Всего потребкооператив бесплатно изготовит около 200 буханок хлеба, 150 для жителей города и 50 для сельских поселений. Получается булочка на… 500 грамм. Булка 500 грамм. Да, и вот это на 4 части разделяется, как раз 125 грамм. Ну, мне удобнее, мы нарезаем всегда пополам. Вот, видите, он еще пока только испекся, поэтому, да. И вот на еще две части. Вот примерно 125, да. В моей руке ровно 125 грамм хлеба. Именно такую норму выдавали жителям блокадного Ленинграда. Вкус хлеб имеет достаточно соленый. Много соли добавляли для того, чтобы люди пили больше воды, которая притупляла чувство острого голода. Почтить память жителей Ленинграда и попробовать на вкус блокадный хлеб можно будет 24 января в 12.30 в кафе-ресторан «Север» в торговом центре, расположенном в Хариверской, и в магазине «Кристалл» поселка Искатели. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...